Здравствуйте, уважаемые подписчики Ассоциации «Глобальная энергия». Мы перешагнули праздники, и начинается обратный отчет к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, на котором Ассоциация «Глобальная энергия» представит уже второй свой ежегодный доклад «10 прорывных идей на следующие 10 лет в энергетике». И сегодня наш собеседник, автор одной из статей, одного из разделов этого доклада, Валерий Алексеевич Стенников, директор Института системы энергетики имени Милентьева Сибирского отделения Академии наук. Здравствуйте, Валерий Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здравствуйте всем. Ну, я добавлю про вас доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, заслуженный деятель науки, между прочим, что очень важно, указанным все-таки президентом вам это присвоить. Валерий Алексеевич, ваш раздел называется «Цифровые двойники». Ну, в общем-то, каждому из нас хочется иметь двойника, который за нас что-нибудь будет делать по-человечески. Ну, а цифровой двойник – это все-таки что такое? Цифровой двойник, ну, вообще, это современный тренд, поэтому он, наверное, на слуху у всех. Тренд цифрализации, тренд перехода к новому технологическому укладу. И существует множество определений, но самое простое, можно сказать, что это модель цифровой двойник, модель реального физического объекта. Ну, такая виртуальная копия. Которая фактически представляет виртуальную копию, и эта модель не застывшая, а модель динамическая. То есть она развивается вместе с физическим объектом. То есть если до сих пор мы использовали модели статические, которые мы решаем конкретно, с помощью которых решаем конкретные задачи, и затем мы их отправляем в архив. А эти модели постоянно, они отслеживают весь жизненный цикл физической системы. От проектирования, эксплуатации до конечного итога утилизации этих объектов, продуктов и так далее. Она включает три составляющих, и это очень важно. Первая составляющая — это модели, которые представляют описание физической системы. Они могут включать в себя разные методы, в том числе и методы машинного обучения, методы искусственного интеллекта, которые позволяют отслеживать фактический процесс в реальном режиме времени. Они включают облачное хранилище, они включают облачные вычисления, включают интернет, включают хорошую связь, 5G, например. Они являются, значит, необходимостью для них является поставка данных с датчиков физического объекта. И вот это все в совокупности фактически представляет цифровую модель. Эта цифровая модель развивается вместе с физической моделью. Вот вы прямо сняли с языка вопрос из серии «Яйцо или курица». Вы делаете цифровую модель существующего объекта или вы делаете цифровой чертеж, на основе которого начинает производиться этот этапик? Тут разные модели. Если мы говорим о, например, существует цифровая модель двигателя для самолетов, который разрабатывает, допустим, объединенная авиастроительная корпорация, вот эта цифровая модель, она предназначена для создания вот этого двигателя, и она проигрывает весь процесс работы этого двигателя, включая, значит, его описание, как он выглядит в 3D-формате, включая все процессы, связанные с поставкой топлива, с циркуляцией топлива, со созданием движительной силы и так далее. И дальше, в принципе, эта модель может сопровождать этот двигатель в процессе эксплуатации, вплоть до выхода его из работы. Есть модели уже, которые создаются под существующие системы, то есть те системы, которые функционируют. Ну, эта система, например, значит, месторождение нефтедобычи, месторождение газодобычи. Это, например, нефтеперерабатывающий завод, который уже функционирует. И вот он тоже так же, вот эта модель, она позволяет фактически отслеживать функционирование этого завода, обеспечивать ему эффективность и работу этого завода. То есть фактически живет вместе с ним, параллельно развивается. Она параллельно развивается, повторяя то, что происходит в реалии. Ну, допустим, работает авиационная двигатель. Какая-то вот шестеренка подстерлась. И вы можете вложить в цифровую модель вот этот эффект и посмотреть, как это будет влиять на всю систему. Или, допустим, нефтяное месторождение. Идет добыча, пласт истощается. И вы можете, соответственно, в эту вашу цифровую модель внести вот это изменение и посмотреть, как там будут дальше, например, пласты гулять. Совершенно верно, Сергей Борисович. Все правильно. Эта цифровая модель потом при этом выполняет и эти функции тоже. То есть мы на этой цифровой модели в том числе и можем проиграть прогнозируемые ситуации, которые связаны с определенными рисками. С рисками выхода из строя, с рисками, значит, износа детали, с рисками, связанными с воздействием внешних факторов. Ну, возьмем техасскую аварию, которая там вот произошла. В принципе, если бы был цифровой двойник, вот та техническая система, которая там есть, она функционально могла бы справиться более легко с этой ситуацией, не привела бы к таким тяжелым последствиям. Если бы мы имели возможность проигрывать вот на цифровом двойнике вот такие похожие ситуации. Даже если бы это не было проиграно, а эта вот цифровая модель бы работала вместе, живя с этой ситуацией, она бы подсказала человеку, как и каким образом воздействовать на технические объекты, чтобы сохранить в работе эту систему. Спасибо вам за пример, кстати, Техасский, потому что, что, конечно, в нем удивило очень, действительно, с точки зрения системной оценки американскими энергетиками вот того, как работает их система, извините за тавтологию, это, например, то, что, в отличие от подобных российских систем, у американцев не был заложен обогрев лопастей на ветряках. Да, да. А цифровая модель позволяет вот такой сценарий внести и найти ответ на затрат. Можно сказать, необходимость введения вот этого обогрева. То есть вот это все реально, это все возможно с помощью цифровой модели. Мы не можем, например, попасть в космический аппарат. Ну, второй пример, я вам сразу приведу. Допустим, это относится уже к далеким 70-м годам, и там были не те цифровые модели, созданные на компьютере, а институционные модели на аналоговых системах. И они моделировали в реальном режиме времени через телестопию, связанную с космическим аппаратом и с космонавтами Аполлона-13. Всю, весь процесс поломок, который там произошел в результате взрыва кислородных баллонов. И вот проигрывание ситуации, которая была и которая произошла в этой ситуации, привело к тому, что было найдено решение, которое позволило, собственно говоря, привести, привело к тому, что сохранили космонавтов, вывели, значит, из этого стопора и создали обеспечивающие функции этому спускаемому аппарату. Этот аппарат удачно приводнился, и космонавты были спасены. Это вот тоже как пример того, что дают нам эффекты, которые цифровые модели. В том числе... Ну, Валерий Алексеевич, я могу вам сказать. Вы хитрец, и я хитрец. Да. Потому что вы так хитро сейчас не называли российских примеров, а я хитро, хотя прочел ваш доклад тоже, он уже готовится к печати, пока не раскрыл никаких деталей. И не хочу раскрывать, пусть нашего доклада ждут. Однако же раскрою небольшой секрет, что вы там рассуждаете о применении вот этих вот цифровых технологий, цифровых двойников относительно... Что касается энергетики, относительно электрических сетей и относительно нефтегазодобычи. Но давайте хотя бы контурно намекнем на то, почему этот доклад надо прочесть не только ученым, но, между прочим, и менеджерам, которые будут принимать соответствующее решение о применении таких технологий. Ну, давайте возьмем нефтегаз все-таки ближе. Да. Вообще, значит, разработка цифровых двойников в нефтегазовой промышленности, это является основным драйвером отечественной науки, потому что наибольшее внедрение они нашли именно в этой области. И здесь есть, значит, умное месторождение, здесь есть нефтепрерабатывающие заводы с цифровыми двойниками, здесь есть изыскания, которые также используют цифровые двойники. Ну, например, интересным для меня показалось, это цифровой двойник термо. Когда мы проводим изыскания, недор на присутствие нефти. Вынимаем определенное накопление капсулу с теми составом элементов, которые находятся на глубине, и дальше проводим ее исследование. До сих пор очень сложно было это сделать. А цифровой двойник фактически позволяет оценить присутствие нефти, позволяет оценить масштабы наличия этой нефти и позволяет долговременно сохранять этот цифровой двойник для того, чтобы мы могли бы дальше использовать накопленное знание. То есть это вот как пример даже вот этой застывшей вроде бы системы. Если говорить о месторождении, то здесь тоже есть цифровые двойники, которые, с одной стороны, позволяют оценивать внедрение и снижение капитала вложения на внедрение новых технологий. И здесь тоже есть отечественных наших специалистов оценки, которые показывают, что до 20% капитала вложений может быть сэкономлено на вот этих вот решениях, которые закладываются в техническое предложение по развитию насторождения. Вы в известной степени уже ответили на мой вопрос о степени востребованности этих технологий в мире. Я знаю, что есть пятерка стран-лидеров по разработке цифровых двойников. Соединенные Штаты, британцы, кто-то еще. Россия на пятом месте, да? Да. А степень востребованности? Степень востребованности... Ну, мы, может быть, находимся на более нижней стадии, потому что у нас много существует еще вопросов, которые не решены. И вопросов не в качестве ведущих менеджеров, которые управляют компанией, а именно общей политикации, цифровизации, знаний и так далее, населения в целом, работающих сотрудников, которые находятся на предприятии. Ну, это тоже понятно. Просто некоторое опоздание идет. И есть с этим некоторое недоверие к цифровым технологиям. Потому что мы привыкли все делать, пропускать через себя и должны представлять те решения, которые у нас рождаются и появляются в голове. А здесь появляется решение, которое мы не чувствуем, как оно появилось. Вот эти вот нюансы, они несколько останавливают. Это первое. То есть вот второе, это нужны, конечно же, квалифицированные специалисты, которых у нас тоже недостаточно. Третье, у нас неподготовлено производство, потому что мы не в той степени занимались автоматизацией, съемом данных, значит, развитием интернета, облачных хранилищ и так далее. А это требуется в огромных объектах. Но процесс идет, двигается. И поэтому я думаю, что в этом отношении мы тоже догоняем наши передовые страны и будем тоже иметь хорошие результаты в этом отношении. По крайней мере. Вы знаете, я только что вернулся из ваших краев. Я сейчас неделю провел в Сибири. Ну, не в Новосибирске, правда, а в Кузбассе. Ну, когда сходил на шахты Суэка, разрезы Сибирского делового союза, западно-сибирский комбинат, само собой, металлургический в Новокузнецке. И в принципе, хотя я, в общем, довольно частый гость на промышленных предприятиях, могу сказать, что нет, видна потребность со стороны менеджмента в этих вещах, тем более, что результаты, они налицо. Вот. И что меня очень радует, что на уровне среднего менеджмента может быть даже стремление к этому, в силу того, что ребят помоложе, даже еще больше. Потому что для них, ну, они, собственно, они еще, конечно, не родились с смартфоном в руках, все-таки поколение чуть постарше. Вот. Но они понимают, как это работает, даже в быту, и хотят это внести на производство. Так что я думаю, что процесс пойдет. Валерий Алексеевич, действительно, не хочу открывать все секреты. Будем ждать публикации, презентации доклада на Санкт-Петербургском форуме. Нас, кстати, предварительно уже поставили даже график. Мы знаем день и час, но чуть попозже объявим об этом официально, когда согласуемся с Конгрессом. Мой последний к вам вопрос будет такого, ну, надо скорее даже бытового плана. Что у вашей технологии пандемии? Хотя, наверное, на вас-то как раз это не повлияло. Люди сидели на удаленке и этим занимались нормально, да? Ну, нужно сказать, что тоже положительный здесь момент произошел. Во-первых, это привело к тому, что у нас вот эти проблемы, которые я только что обозначил, недоверие, значит, боязнь или вот некоторый страх перед использованием этих технологий, они исчезли. Потому что мы, перейдя на удаленку, все-таки в большей мере стали пользоваться компьютерами, удаленными связями, вот этими цифровыми всякими другими технологиями, которые нам позволяют это делать. Мы даже перешли к тому, что мы дистанционно начали заниматься медобслуживанием. То есть, когда врач уже дистанционно дает рекомендации больному с точки зрения необходимости лечения, прохождения каких-то обследований, процедур и так далее. По крайней мере, вот эти вот моменты. На производство наши менеджеры, они тоже увидели ситуацию несколько по-другому, потому что многие были переведены на удаленку, и стало понятно, где какие процессы, какие места могут быть изменены и представлены в виде вот таких компьютерных технологий, которые можно здесь тоже реализовать. И вот с этой точки зрения подвижки в этом отношении есть. Подвижки, они достаточно серьезные с точки зрения изменения нашего менталитета, с точки зрения подхода вот к этим цифровым технологиям, цифровым двойникам и другим вот этими нюансами, которые этому сопутствуют. С этой точки зрения, так и от себя. Ну что ж, хотел еще раз сказать нашим подписчикам, что сегодня в рамках серии бесед навстречу публикации нашего доклада нашим собеседником Варисович Стейников, директора Института системы энергетики имени Милентьева Сибирского отделения Российской Академии Наук. А в начале июня мы уже вам покажем доклад, в том числе ту часть, которую подготовил Варисович Алексеевич, докладывает на русском и английском языке. Так что ждем. Спасибо, Валерий Алексеевич, до встречи. Спасибо, Сергей Борисович. Спасибо за приглашение на беседу. Очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok